Всем привет, с вами Адревар. Ну что, разработчики не перестают нас баловать своими новыми плюшками. Я думаю, кто помнит прошлую мега-черепаху, которая была два месяца назад, то видели этих сверхвойнов. Да, они у нас появились восьмым зарядом в канонерке, и теперь мы их, как криобомбу, сможем юзать. В группе экспертов появилась стата по этим сверхвойнам. Вот такие показатели они имеют. Здоровье имеют примерно 15-20 тысяч там высчитали, урон где-то 1600, скорость перемещения где-то 400, ну плюс-минус. Замораживают здания при ударе, я думаю, все видели. Их можно запулить в любой конец карты. Первоначально стоит 8 зарядов канонерки, и с каждым броском этого воина куда-нибудь на базу добавляется еще 5 единиц. Ну и так с каждым разом идет плюс 5, плюс 5 и плюс 5. И самый последний пункт не реагирует на сигнал. Единственное, что бы я от себя добавил, возможно неправда, возможно правда, но на мелких левелах, на 20-30-х, мне показались они слабее, чем на максимальном, чем на 60-м левеле. Еще от себя хотел добавить, что эти войны появляются только с 8-го левела штаба. То есть, если вы только-только начали играть в бумбич, то у вас этой способности в заряде канонерки не будет. Только от 8-го левела штаба, так что придется подкачаться перед тем, как вы увидите эту способность. Но у практически большинства игроков, которые меня смотрят, которые играют в бумбич, эта способность будет, этот сверхвоин будет. Так что давайте сегодня в этом видео попробуем его затестировать, что он может сразу на маленьком аккаунте, потом на большом аккаунте. Посмотрим, где он лучше заходит. Все по порядку, все расскажу, все покажу. Погнали! Первый противник, я думаю, вам всем знаком. Добывалочка на 27-м левеле, она представляет кучу сложностей для игроков. Чем же ее выносить, как же ее снести и... бросаете этих мегавойнов и все. Профит. Вам ничего больше не надо делать. Вам останется просто с удовольствием наблюдать, как эти мегавойны в свое удовольствие практически фуловым количеством хп сносят эту добывалку. Да, вот так все просто. Конечно, это не криобомба, мне криобомба больше заходил, но криобомбой захватывать базы нельзя было. А этими мегавойнами, сверхвойнами можно захватывать добывалочки, можно захватывать мелких противников, можно захватывать именно такие простые базы, которые появляются там буквально на 20-30-х лвлах без потерь и без высадки даже. У кого есть критеры, тому это знакомо, у кого есть булит, тоже это знакомо, но мелким лвлам этот финт не знаком. Когда ты можешь, например, критеров бросить, когда ты можешь завести булита куда-нибудь в конец базы, они этого не знают. Но сейчас они могут вполне насладиться, как забрасывая просто этих мегавойнов куда-нибудь вдаль, просто в конец карты, и наблюдать, как они сносят любую базу, ну любую простую базу. Добавлю самый главный пункт, что раста у противника должна быть убогая, или если вы нападаете на нейтральных игроков, здесь тоже должна быть раста быть не сильно сложной. Просто на 60-х лвлов все-таки, ну, сложновато нападать, а на этих мелких они просто фулл-ом не все сносят. Но это были простые базы. Давайте перейдем к игрокам. Что же на игроках эти мегавойны могут показать? Показать они могут достаточно много. Если раста говно, то они могут сносить базы. То есть, если, например, расстановка у базы такая, когда штаб расположен в самом конце карты, то вы можете просто забросить этого мегавойна в конец карты. Блин, почему я называю его мегавойна? Это сверхвоин. Правильно давайте называть. Короче, если вы забрасываете этого сверхвоина в конец карты, он начинает сносить эту базу. И защитное сооружение не реагирует на него. То есть, ракетные установки ему, в принципе, вреда особо не наносят. Вот уже пушки, пушки-бум, роковые пушки, шоковый генератор. Короче, что-нибудь такое большое, да, ему вносят. А обычные ракетные установки пусть стреляют все до упора. Таких вот расстановок, когда все защитные сооружения расположены на берегу, а штаб вдалеке, очень много на мелких лвелах. Действительно, очень много. Поэтому сейчас этими войнами можно пользоваться. Просто, например, когда вы еще 30-й, 40-й лвел, у вас еще нет критеров. Вы еще не можете этими критерами пользоваться. А вот сейчас у вас на целый месяц, ну я примерно представляю, где-то, ну, может на 2-3 недельки, может быть на 4 недели, вот эти войны к нам подъехали, и теперь можно будет некоторых противников сносить именно такой стратегии. Вот забрасывай их просто в конец карты. Например, даже критеров вы не могли так безнаказанно забрасывать в конец карты, потому что их бы сожрала ракетная установка, то есть, ну, убила бы всех. А этим мегавойнам на ракетной установке, в принципе, до сиреневой звезды стреляет она, не стреляет им пофигу. Еще на аккаунте своего другана я снесу 40-го Хаммерман тоже этими войнами. Все, не надо ничего высаживать. Вот этот 40-й Хаммерман у большинства людей вызывает действительно сложности. Блин, как же эти мортиры посносить? Да они ж убивают танк с одного выстрела. Пух, херня вопрос. Забрасывайте этих воинов с правой стороны от мортиры, они начинают ее сносить, потом подшокиваем пушки бум, они начинают сносить все, и безнаказанно валят, валят штаб. Но здесь я аптечку тупанул, аптечка на них не действует. Точно так же, как на критеров она не действует, но я тогда еще не знал. Да, все знать невозможно. Тогда я думал, что их подхиляю, им аптечка поможет, но на самом деле они выхиливаются только самостоятельно от нанесенного урона. Когда бьют, тогда выхиливаются. От того, что вы бросаете аптечку, не бросайте им, в принципе, до сиреневой звезды все это. Но, пока я тут болтал, они легчайше, просто легчайше вынесли базу Хаммермана 40-го левела. Вы поняли, то есть вы досмотрели до этого момента и поняли, как сносить эту трудную базу. Пользуйтесь. Пока эти войны есть, действительно пользуйтесь. Ну, я думаю, на мелких левелах все уже пользуются этим войном, но давайте посмотрим, что на крупных, что на больших левелах эти войны могут показать. Например, если щит расположен где-то в самом конце карты, а до него достают, например, только ракетные установки, то можно этого воина забросить в самый конец карты, и он снесет щит. Просто критеры не способны снести щит, когда там, например, пулеметик стоит, ракетная установка, они не могут критеры снести щит, а этот воин может снести щит. Ему, в принципе, пофиг, как я уже до этого говорил на ракетной установке, даже если пулемет будет стрелять, ему тоже пофиг. Плюс этого воина можно забрасывать еще в конец карты и набивать немножечко заряда. То есть один воин за 8 зарядов точно отобьет, чтобы его туда бросить. Критеры снова не способны, например, сносить, когда по ним стреляют в ракетной установке, а ему, а ему, в принципе, пофигу, что по нему стреляют. И если там много каких-то зданий, вот много этих резиденций, много хранилищ, то он точно отобьет те 8 зарядов, которые вы потратили на то, чтобы бросить его под эти здания. Короче, этим действительно можно сейчас пользоваться. Плюс на 60-х лвелах эти воины тоже нейтральные базы, но, в принципе, кое-как смогут брать. Ну, не то, что там прям вообще идеально, но некоторые базы смогут брать. Притом, я снес вот эту базу с помощью булита, с помощью этих воинов, и я даже не ожидал, но мне прилетел биг. Я уже, наверное, месяца 2 не сносил, как вообще руками, нейтральная база, а тут на одну напал, и сразу же красный биг. Вот это повезло. Вот это халява. Ну и, наконец, я вам приготовил, конечно же, самую красивую атаку, как я с помощью булита, и просто с помощью этих воинов снесу базу игрока, 65-го игрока. Здесь я просто высаживаю булита, и, как всегда, его веду под штаб. То есть, я думаю, смотрели мой видос, кто вообще давно на моем канале, смотрели, как я булитом сносил базы игроков. Вот что-то здесь, в принципе, что-то похоже, очень похоже, потому что я тоже веду под дымом булита прям сразу в штаб. Сразу буду бить штаб булитом. И плюс, как только дым закончится, вот я сейчас подбрасываю этих воинов. Подбрасываю сколько их? 5 штучек, по-моему. И уже здесь немножко подшокиваю, плюс использую именно первую способность булита, чтобы он агрил все защитные сооружения на себя, а эти воины били. Я заметил, уже все заметили, что они не поддаются фитилю, не контролируются фитилем и не идут на фитиль. То есть, получается, они будут бить близлежащие защитные сооружения, близлежащий штаб, близлежащие все, куда вы их бросили. Поэтому, если, например, возле штаба куча защитных сооружений, то они будут бить их, а не штаб. Поэтому здесь мне повезло. Здесь штаб стоял, в принципе, один-одинешенек, и они его добили вместе с булитом. Мне не надо было никого высаживать. Вот это круто, вот это они валят. Ну, конечно, на 60-х лвлах простых баз найти достаточно сложно, но все-таки иногда попадаются экземпляры. Но на первых лвлах, кто вот меня смотрит, там, 20-е, 30-е, 40-е лвла, вот сейчас, эти ближайшие там недели, вы сможете действительно пострадать керней, поиграть этими супервойнами, потестировать их, как они работают, потому что на 20-х лвлах они соло могут забирать базы. Но у меня все, собственно, с вами был Андрей Вар. Если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте этими войнами, и всем пока. Играйте этими супервойнами, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok